Привет, друзья! Ко мне приехали долгожданные складные кухонники Хан от Шузис, и я жалею. Жалею только об одном, что лето закончилось, а с ними закончились пикники, на которых могли бы поработать эти интересные ножи. Но впереди бабье лето, и я надеюсь, что они еще поработают на свежем воздухе. Да, есть фиксы, но там очень толстые обухи, а брать обычные кухонники за город, ну как-то не камильфо. Плюс нужно думать, как их упаковать, чтобы не распанахать сумку или рюкзак. А здесь, милое дело, тоненький клин лежит в рукояти, все очень компактно. Сегодня на обзоре нож Хан, модель 219 от компании Шузис. Продается в двух вариантах, один вот такой бюджетный и второй вариант немного подороже. Давайте, наверное, начнем с бюджетника. Он, в свою очередь, тоже продается в двух вариантах. Один вот такой светлый и более темный вариант на накладке. Давайте подробно рассмотрим конструкцию. Здесь все достаточно просто. Два лайнера и комбинация из дерева и металла на рукояти. Есть две бонки внутри. Бонка под темляк. Темляк, кстати, это уже мой. В комплекте с коробки идет более простой черный темлячок. Оставлю скриншот. Также есть здесь две стопорные бонки. Замок, лайнер-лок. Открывается за холл. Естественно, здесь шайбы, никаких подшипников, потому что это не кухня, это улица. Возможны попадания пыли, грязи, песка и так далее. То есть, если вы упустили нож на землю, вам достаточно его промыть, и он опять, так сказать, может работать полноценно. Если в подшипники попал песок, вычистить его оттуда значительно труднее. Правильный ход, шайбы и особенности можно отметить тоненький обух. Открывается клинок вот так за холл. Либо можно при желании стрельнуть. Конечно, здесь нет такой супер механики, как на подшипниках. И клинок не толстый в обухе, не инертный. Поэтому обычное спокойное открытие. Даже лучше, наверное, открывать вот так двумя руками. Посмотрим на клинок. Видим, что здесь у нас спуски от обуха. И такой интересный момент. Производитель заострил на нем внимание, что здесь кончик у нас под 60 градусов. Вот этот момент для меня интересен. Зачем именно акцент стоит на этих 60 градусах? Возможно, это выводит нож из состава ХО, либо влияет как-то на рез. Не знаю, кто знает, кто разбирается. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Далее рассмотрим более дорогой вариант и обговорим технические характеристики в сравнении. Визуально это два одинаковых ножа. На самом деле это не так. Конструкция значительно отличается. Здесь вместо обычного лайнера, давайте вместе покажу, вместо обычного лайнера, где стальная и деревянная накладка, фрезерованный лайнер и потом уже идет накладка. С обратной стороны вместо лайнер лока, субфрейм. То есть вот эта накладка выступает и в роли ограничителя фрейма. Открывается точно так же за холл и отличие также по клинку. Есть отличие и внутри рукояти. Видим, что здесь бонки намного веселее, так сказать. Также видим, что отличается бонка под темляк. Стопорные бонки одинаковые. Отличие по накладкам, если мы обратим внимание на деревянные накладки, увидим, что на бюджетнике они толще. Он лучше ощущается в руке, хорошо наполняет ладонь, но вот этот вариант более компактный. Какой из них выбрать именно по этому критерию, я не знаю. Далее рассмотрим клинок. Здесь по размерам одинаково. Длина клинка от начала рукояти до кончика 12 см. Если мерить по линии РК, это 10 см. Не маленький нож, хотя визуально кажется, что намного меньше. И отличие в весе. Из-за толщины обуха, здесь обух на премиальнике 2,6 см, на бюджетнике тоньше 2,2 см. Из-за этого разница в весе. Бюджетный весит 159 грамм, более дорогой 169 грамм. То есть на 10 грамм тяжелее. Поэтому однозначный выбор сделать очень тяжело. Я до сих пор не могу определиться, какой из них себе оставить. Далее отличие по стали. На бюджетнике сталь 5 хром с закалкой 57 единиц по роквеллу. На более дорогом закалка 59 и сталь D2. Да, многие подумают, что 5 хром как бы маловато для складника. Но заметим, что это не просто складник. Вы не носите его каждый день на кармане. Здесь даже нет клипсы. И если мы вспомним, какая сталь на наших кухонниках на кухне, мы опять же увидим, что там либо такая же, либо подобная. Какое применение для этих ножей я вижу лично для себя. Во-первых, это нарезка салатов на природе. Это огурцы, помидоры, перец и так далее. Давайте, кстати, посмотрим, как он это делает. Вот так вот. С нарезкой овощей Хан справился без проблем. Как разделочный я его не вижу. Для этого лучше использовать какой-то небольшой фикс. А вот как он чистит картофель, это было для меня интересно узнать, потому что брать отдельный нож под эту процедуру не хотелось бы. Но на удивление, несмотря на вот такое широкое лезвие, достаточно удобно было чистить картофель и потом буквально молниеносно его нарезать. Нарезать, естественно, комфортнее в более бюджетной версии за счет того, что здесь спуски четко от обуха и сам обух тоненький. На премиальнике есть небольшой фальш и толщий обух. Но заточка обоих вариантов адская. Бреют с коробки и легко шинкуют тоненькую бумагу. По заточке, конечно, здесь не подкопаться. Но зато на более дорогой версии есть на обухе насечки. Пользоваться ими, конечно, приятнее, особенно вот такие работы по чистке картофеля. Здесь четко указательный палец фиксируется и работать удобно. В целом, по удержанию, наверное, все-таки выигрывает бюджетный вариант, потому что здесь шире рукоять. Но он занимает больше места, например, в сумке или в рюкзаке. Но зато очень комфортное удержание. Здесь, в принципе, на любую руку. Смотрите, сколько места. Ножи не маленькие. Кажутся, на картинках с клинком где-то 9-9,5 см. На самом деле здесь вот так 12 см и по РК-10 см. Огромные ножи, которыми очень удобно пользоваться. По механике, кстати, у двоих было классно. Я уже забыл на каком. Из них была не очень. То есть пришлось разобрать, но легко все поправилось. Просто почистил шайбы. Был какой-то черный налет. Вместо масла я его удалил, смазал и клинок начал летать. То есть при заказе, если вам попался какой-то вариант с тугой механикой, вам просто нужно будет разобрать и перебрать. То есть смазать, почистить. Каких-то особых других работ не приходилось сделать, но на одном из ножей вот так вот было. Пришлось разбирать. Разборка, кстати, очень удобная. Один торкс на всех винтах. Единственное, на осевом чуть побольше. Давайте в заключении этого видео постараемся подбить все-таки какие-то итоги и по сухим фактам определить, какая версия лучше. Д2 или версия с 5 хром. Ну, по стали, это, естественно, наверное, все-таки выиграет версия с Д2. Хотя 5 хром тоже неплохая, не будет ржаветь. Но продавец обещает, что здесь именно вот та старая, настоящая китайская Д2 с добавлением молибдена и хрома. Ну, давайте поверим и отдадим по стали балл версии Д2. Далее, по весу выигрывает, конечно, версия с 5 хром, потому что она на целых 10 грамм легче. Далее, отдаем балл версии с Д2 за то, что у нее фреймлок. Это надежнее, чем лайнер и долговечнее. Далее, по ухватистости рукояти, по удобству, естественно, выигрывает версия с 5 хром. Здесь рукоять пошире и более удобно удерживать. По надежности конструкции, по толщине лайнеров и бонок впереди премиум версия, потому что и бонки толще, и чуть-чуть лайнер толще, он к тому же фрезерованный, а не накладной. По резу выигрывает бюджетник, потому что тоньше обух, как видите, и спуски сами от обуха. Далее, по внешнему виду, я думаю, что здесь красивее все-таки вот этот вариант дорогой. Здесь и родной темляк очень красивый на бюджетнике, это я сам всплел. Поэтому по внешности, конечно, можно судить по-разному, на свой и вкус и цвет товарищей нет, но мне лично нравится более премиальный. Далее, по цене, естественно, выигрывает бюджетный, потому что на то он и бюджетный, чтобы быть дешевле. Когда я заказывал, он стоил 29 долларов, сейчас он стоит 27, 2 доллара скидки, пустячок, но все равно приятно. Д2 как стоил 49, так и сейчас поныне и стоит. Итак, по цене выигрывает бюджетник, и в итоге, что мы определим? Вы запутались? Я тоже. Действительно, не могу определить, какой лучше, потому что у каждого есть свои конкретные такие плюсы, конкретные минусы, но вот единственное, что здесь не отличается, это сведение, оба тонко сведенные, поэтому хоть на этом выбор не стоит. Очень жду в комментариях подсказки, какой нож лучше, какой лучше, какой вы выберете именно для себя, если будете покупать. поначалу поначалу я хотел оставить версию с 5 хром, потому что она более резучая, даже прикрутил на темляк вот такую бонку, но потом все-таки решил оставить себе две версии D2 и 5 хром, а так как очень не хотелось бы видеть два ножа в одном цвете, пришлось ставить вот этот более светлый вариант. Вот такие муки выбора между двумя ханами, но, кстати, сказать, это приятные муки, потому что вы из хорошего выбираете лучшее и было бы так со всеми ножами. На этом все, все ссылки в описании, до новых встреч, пока! Музыка! Субтитры подогнал «Симон»